День Города В Рязани продолжаются весенние работы по благоустройству города. На улицах начали освежать покраску деревьев. Это традиционная профилактическая мера, продолжит Максим Васильев. На улицах Рязани весенний аврал. Чистят и обновляют при этом не только трассы и тротуары. Дошло дело и до деревьев. Их побелка стандартная апрельская процедура. Дополнительная защита в период перепада температур и от холода и от перегрева, как и у садоводов. Она направлена на уничтожение болезнетворных микроорганизмов, также для защиты от солнечных лучей. Сейчас в данный момент начинаются работы по побелке деревьев по улице Ленина. Дальнейшие работы будут продолжены по Московскому шоссе, это бульвар Победы. Санитарная окраска деревьев, сопутствующая весенней уборке процедуры и, пожалуй, главный символ повсеместных субботников. А они в Рязани уже стартовали. Уборочная техника работает почти на 50 улицах одновременно. К 1 мая город обещает сделать максимально чистым. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 12 апреля около моста через Трубеш произошло массовое ДТП. В аварию попали автобусы более 10 машин. Пазик на высокой скорости врезался в несколько автомобилей, стоявших перед светофором. Подробности произошедшего расскажет Олеся Котровская. Травмы различной степени тяжести в массовом ДТП получили 9 человек, в том числе годовалый ребенок. Госпитализированы пятеро. Обстоятельства произошедшего все еще выясняются, однако ясно одно. По предварительной информации, 50-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, двигаясь со стороны микрорайона Конющева в сторону центра города Рязани, совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пола». После чего произошло столкновение остальных транспортных средств. Прокуратура уже организовала проверку по факту ДТП с автобусом около моста через Трубеш. На место аварии выезжал прокурор Рязанской области Иван Панченко. В ходе проверки надзорным ведомствам будет дана оценка соблюдения установленных законодательством требований, регламентирующие порядок перевозки пассажиров общественным транспортом и обеспечение дорожной деятельности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии оснований. В группе «Рязань ВКонтакте» появился пост одного из очевидцев с благодарностью в адрес пассажира автобуса номер 98. Цитата. «Хочу сказать огромное спасибо, низкий поклон молодому человеку по фамилии Фетисов, который спас сегодня мою маму и целый автобус в аварии на мосту через Трубеш. Если бы не он, то автобус улетел бы в речку. Когда он заметил, что водитель отключился, он смог перелезть к водителю, вырулить автобус, остановить. И все это на ходу и очень быстро среагировал. Спасибо тебе огромное». Конец цитаты. Администрация Рязани просит откликнуться мужчину, который спас автобус от падения с моста в Трубеш, и позвонить по телефону 200-900. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И вновь россияне столкнулись с ограничениями, связанными с коронавирусом. Ростуризм посоветовал перенести путевки в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня на более поздние даты или поменять направление отдыха. Об этом заявила глава ведомства Зарина Дагузова. Предполагается, что те туристы, которые приобрели туры на период после 1 июня, будут постоянно оповещаться о текущей ситуации. В Ростуризме призвали туроператоров оказывать путешественникам максимальное содействие. Кроме того, изменения будут отображаться на сайтах авиакомпаний. В то же время организованные туристы, находящиеся в Турции или Танзании по линии туроператоров, могут планово вернуться в Россию в соответствии с датами окончания поездок. Одновременно с этим подготавливается комплекс мер поддержки для туроператоров за вывозные рейсы. По аналогии с прошлым годом, компании могут получить финансовую и нефинансовую помощь. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что россияне привозят из поездок в Турцию самые разные штаммы коронавирусной инфекции. По ее словам, с начала года 80% заболевших COVID-19 приехали из республики. По данным статистики, в настоящее время в Турции выявлено чуть меньше 4 миллионов случаев заражения коронавирусом. Из них почти 34 тысячи закончились летальным исходом. С начала пандемии от коронавирусной инфекции полностью выздоровело более 3 миллионов человек. Сотрудники Росгвардии региона подвели промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Весенняя охота». Его проводят в период охоты на болотно-луговую дичь, а также на селезнеуток с использованием живых подсадных птиц. Валерий Седов расскажет о выявленных нарушителях. Сегодня охотники сами стали жертвой. Правда, не других охотников, а сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы. Инспекторы вышли на ежедневный рейд «Весенняя охота». Охотничьи билеты, разрешение на оружие имеется. Этому инспекторы уделяют особое внимание. На рейд они вышли не одни, а совместно с представителями регионального министерства природопользования и линейного отдела полиции. У Виктора, так зовут охотника, все документы в порядке. Поэтому проверяющие отправляются дальше по маршруту патрулирования. А мужчина остается охотиться или просто получать удовольствие от своего занятия. Не главная добыча. Сколько застрелил. Мы встретились с друзьями. Одного гусь сегодня добыли на пять человек. И мы рады, что охота состоялась. Что общение с друзьями. Вот это самое главное. Нарушители законодательства встречаются. Их немало. Со временем проведения мероприятия «Весенняя охота» было привлечено 100 человек. 83 из них за нарушение правил охоты, а также правил регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира. Особо грубыми нарушениями является нахождение с оружием в охотугодьях в состоянии алкогольного опьянения, осуществление охоты в зеленой зоне, а также без необходимых документов разрешения на оружие и документов на добычу природных ресурсов. Рейдовые мероприятия инспекторов лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии проводятся ежедневно в период охоты. Напомним, что сроки весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в южных районах Рязанской области проводятся с 3 по 12 апреля. В северных с 10 по 19. Сроки же весенней охоты на селезней уток с использованием живых подсадных уток с 1 по 30 апреля. Все, счастливая охота. Спасибо. Ни пуха, ни пера. Валерий Седов, телекомпания. Город. Когда на полях и в лесах начинают таять снега, приходит время первых весенних цветов. Мы называем их общим словом первоцветы. На самом же деле существует несколько видов, которые распускаются самыми первыми. Некоторые из них можно встретить в рязанских лесах, другие родом не отсюда, и потому их можно увидеть только культивированными в садах, огородах. Англичане зовут его снежной каплей, немцы колокольчиком, а мы называем подснежником. Настоящие подснежники, как раньше считалось, похожи на свисающие вниз капли молока. Отсюда и происходит латинское название галантус. Что означает молочно-белый цветок. Старинное предание гласит, что подснежники впервые стали воплощением надежды еще для Адама и Евы, когда они были изгнаны из райского сада. Ева думала, что холодная зима никогда не закончится, но тут появился ангел и превратил снежинки в цветущие подснежники, подарив ей надежду на приход весны и тепла. Но эти прелестные бутончики в дикой природе в нашей полосе увидеть нельзя, растут они только в садах. Потому подснежниками в средней полосе называют пролески. По одной из легенд Сцила получила свое название благодаря одной из нимф, красивой нимфы, но потом впоследствии эту нимфу превратили в злое чудовище. Но по сути дела это растение тоже символизирует приход весны, потому что как только тает снег, еще где-то на проталинках уже они появляются и зацветают. В лесах европейской части России чаще всего можно встретить два вида пролесок – сибирскую и двулисную. Почти одновременно, рано весной, в лесу появляются яркие полянки хохлаток. Это представитель флоры, распространен в умеренных регионах всего северного полушария. Цветки у него обычно синего цвета, но встречаются и розовые, и фиолетовые. Совсем не боится снега, и потому расцветает рано пушистый прострел или сон трава. Его в рязанских лесах тоже можно встретить. Интересное растение, представитель семейства лютиковых. И это растение интересно тем, что сначала у него появляется нежного, вот такого голубоватого, немножко даже вот с синеватым оттенком цветы, а затем уже после цветания у него формируется уже розетка с листьями. С сон травой у разных народов связаны легенды и сказания, что и отразилось в самом названии. По народным поверьям, прострел помогает от сглаза и порчи. Если носить траву при себе, можно оградить себя от злых козней и несчастий. Между тем, срывать в лесу и нести домой букетик любых нежных первоцветов, как бы ни был велик соблазн, ученые не рекомендуют. Растоит такая красота в воде совсем недолго, а ущерб природе будет очень весомый. Тем более, что при желании семена или клубни любых первоцветов, подснежников, примул, крокусов можно приобрести в специальных магазинах и высадить на своем участке, воплотив самые смелые идеи превратить собственный сад в волшебный лес. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.tv. Я с вами прощаюсь. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова